Добрый вечер. Сколько бы мы не владели всей нашей мощной Российской империей, Дальним Востоком и Сибирью, столько веков мы не в состоянии освоить этот край. Он у нас как был где-то там на Атшибе, так на Атшибе остается. Ну, несмотря, кстати, на все наши грандиозные заводы, достижения, мы там поднастроили очень много электростанций, но он был медвежьим углом, медвежьим углом и остается. И люди оттуда бегут, и с экономикой там определенные трудности. И как-то привезти туда деньги не получается, потому что в целом есть такой тренд, что если деньги есть, то они, например, вкладываются в какую-нибудь Олимпиаду, либо просто вводятся за рубеж. А Дальний Восток, он вот такой дальний, что даже название хочется уже поменять, как-то по-иному его несколько назвать. Кстати, там местный полпред в свое время, когда товарищ Путин в первый раз открывал непостроенную дорогу в 2004 году, которая из Читы в Хабаровск. Дорога не существовала, но был кусочек заасфальтирован в тайге. Товарищ Путин туда спустился на вертолезе, на Голубом, и поздравил с тем, что наконец-то у нас здесь открыто движение, ну, видимо, танковых колонн, потому что все-таки дороги там не было. И полпред в этом регионе сказал блистательную вещь. Он сказал, и вот, наконец-то, Дальний Восток станет ближним. После чего церемония как-то скомкалась. Полпреда аккуратно отпинали на дальний фланг, чтобы не отсвечивал. А Владимир Владимирович прыгнул в Голубой вертолет и, не показывая никому бесплатного кино, удалился. Так вот, что делать с Сибирью, с Дальним Востоком, никто не знает. Ничего с этим поделать нельзя. И сколько туда они пытались чего-нибудь такое вот затейливое засунуть, то столько раз оно обратно вываливалось. Но не приживается. Но был период в истории нашей страны, когда началось осмысленное освоение этого региона. И из совсем уж за трапезного медвежьего угла все-таки вытанцовывался некий инфраструктурный проект. И он поделен на два промежутка до 1861 года и после 1861 года. До того было некое такое хаотичное бегство настойчивых людей. Потом оно после 1861 года было структурировано Министерством государственных имуществ, которое начало отправлять туда людей уже более осмысленно, при этом поддерживать их деньгами. И это была очень интересная схема освоения, когда люди не просто туда отправляли, а привлекали. Давали им не только подъемные, но вплоть до того, что, тем более уже на поздних стадиях, когда подоспела еще и аграрная реформа Столыпина, выстраивали очень интересную финансовую систему государственную, позволявшую людям всерьез подняться, обзавестись хозяйством, вплоть до того, что даже посевное зерно им давали. Это был очень правильный и грамотный подход. И, естественно, вот уже на том рубеже 1861 года, как всякий мощный и серьезный, осмысленный инфраструктурный проект, он требовал дороги, поэтому Александр III и повелел построить Транссиб. Собственно, Транссибом называется далеко не вся та дорога, которую мы привычно этим словом называем. И на резолюцию Александр III наложил свою высочайшую волю, сформулировав ее с оттенком угрызения совести. Он написал, что уже столько отчетов генерал-губернатора в Сибири я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края. А давно пора. После чего началось строительство железной дороги и переезд очень большого количества людей, добровольный переезд, вывел к тому результату, что на 17-й год Министерство государственных имуществ отчиталось о 5 миллионах переселенцев, без учета вернувшихся, потому что был, конечно, и какой-то процент возврата. Потом советская власть перехватила эстафетную палочку, но в этот дальний регион людей уже отправляло не Министерство государственных имуществ, а главное управление лагерей. ГУЛАГ преуспел, показатели были сопоставимы, результативность, конечно, никчемная, и практически все люди, которые туда отправились, они погибли. И какой-то более-менее поток добровольцев обозначился уже в Хрущевскую оттепель, потом еще был введен в Козрасчет, некоторые даже знают, что это такое. Ну и, конечно, энтузиасты на комсомольские стройки воздвигли там бам. Но вот это все переселение, оно и хоть сопровождалось строительством дороги, на тот момент самой прогрессивной железной, было все-таки обрублено в 17-м году, и на сегодняшний день, уже 21 век на дворе, мы имеем практически такой же результат. Люди оттуда бегут, на их место приходят китайцы, что делать с этим регионом непонятно, а тут Дмитрий Анатольевич Медведев, у него есть такой очень надежный человек в обойме Трутнев, он все время был неплохим губернатором, до этого он таскал на себе железо, у этого человека очень высокая грузоподъемность, он умеет создавать в том числе машины для накачивания торса, и проставился как специалист по продаже подобных железок государству. У него был все время кооператив, который делал вот эти качалки для всяких там достойных ребят, из которых потом и любера вырастали, и Трутнев, он у нас присматривает за Дальневосточным округом, он пришел к Медведеву, как вы помните, на этой неделе сказал, что нужно что-то такое создавать, предложил несколько очень глупых вариантов, один из которых там акционерное общество Дальний Восток, там еще пару акционерных обществ, и именно на это Медведев сказал, а давайте мы туда наконец-то все-таки выгоним всякие государственные конторы. И вот это очень правильная мысль, потому как капиталу оттуда взяться всерьез не получится, а у нас этот вариант уже опробован был на Абрамовиче. Ведь Абрамович, когда стал у нас губернатором Чукотки, он же туда не привел заводы, он просто взял и обозначил налоговое резиденство. Он из своей нефтяной корпорации целых три подразделения прописал там, и они дали 80% бюджета. И Анадырь превратился из ссыльно-каторжной пересылки в приличный город, там появилась возможность жить, и вообще Абрамович сделал для этого региона больше, чем вся Российская империя, вместе взятая за все века совместного пользования этой территорией. Но второй раз не получится засунуть олигарха так далеко, олигархи неохотно едут в эти регионы, вообще там мало кто бывал, кроме декабристов. А поскольку статья 58.10 и вообще вся 58-я статья пока еще не легализована, соответственно, Абрамовичи туда не едут, поэтому Медведев предложил очень правильный путь. Но он предложил по такая трудневу всех аккуратненько сгрудить именно на Дальнем Востоке. Определенная логика в этом есть. И получается, что туда, предположим, наконец-то отправляется Государственная Дума, Совет Федерации, все абсолютные министерства, все правительство вместе с самим Медведевым. Они получают там резидентство, они начинают там платить налоги и, естественно, начинают развивать вокруг себя все то, к чему они привыкли, поскольку, ну, как же без привилегий проезда по дороге с мигалкой, если дорог нет, соответственно, их нужно строить. И мы упираемся в нашу стандартную ситуацию, ведь мы привыкли дороги строить на бумаге. Всерьез? Ну, вот Александр построил, например. Потом мы все-таки за 44 года дотянули автомобильное сообщение. Получается, что у нас Москва-Ладивосток теперь уже связанная дорогой. За это нижайший по конту еще Путину. Кабы не его желтая калина, то, соответственно, не было бы у нас этой дороги. И если мы туда выселяем всех наших очень серьезных игроков, представьте, там Газпром где-нибудь будет находиться, или там какая-нибудь Роснефть с источным Сеченым, ну, красота же. Тут даже, кстати, Лукоил, Вагит Оликперов наверняка очень хорошо будет смотреться на берегу Тихого океана, не только на привычном Каспийском побережье в городе Баку. Но это неизбежно приведет и к строительству дорог, и развитию инфраструктуры, что хорошо, но есть другой вариант. А давайте их по тематической принадлежности закинем. То есть то, что их из Москвы выгнать надо давным-давно, это, естественно, не обсуждается. Первая попытка, когда расширили Москву в южном направлении до Подольска, она была как раз саботирована, хотя финансирование было употреблено, будь здоров, какое. А вот дальше, представляете себе, значит, Минрыбхоз сунуть на Волгу. Вот Айш Шойгу у нас недавно озаботился с невероятной угрозой со стороны Белых Медведей и двинул нашу ударную группировку в Арктику. Значит, Айш Шойгу пусть теперь присматривает там, соответственно, окопчик ему сделать, поставит перископ и пусть где-нибудь за Северным Полярным Кругом наблюдает за развертыванием нашей боевой группировки, поскольку Белые Медведи должны, конечно, в ближайшие 700 лет получить надежный отпор. ФСБ можно все целиком выселять куда-нибудь там, ну, в Махачкалу или там в Грозный, ну, чтобы они были поближе к региону, где вот эта вот их Б очень сильно нужна. Минавтопром, у нас его как такового нет, он является, автомобильная промышленность, у нас является небольшой секцией под эгидой Минторга. Соответственно, их из-под эгиды выбрать и засунуть в привычное место. Они очень привыкли кормиться с ладошки Солерса, поэтому пусть они сидят вот прямо там на пирсе даль завода по Владивостоке, то есть тематически очень даже совпадает с предложением товарища Медведева. Ну и всех остальных, там, оборонку на Урал сунуть, Мингеологии туда же. Но, главное условие, мы впервые в этой вот ситуации размазанности министерств по всей стране по тематической принадлежности получаем право не строить дороги, чтобы не сбежали. То есть кинуть их на кочку, кинуть им доп. паек, и пусть они на этой кочке, на берегу болота, привлекают к себе инвестиции и уже платят налоги, поскольку они резиденты данной кочки. А интернет свяжет их со всей страной, и получится, что мы их не видим, а страной они управляют. Перерыв на новости. Наш лось умнел с самого начала февраля и практически сгладил разногласия с очевидностью Мэйла, подровнял баллы, очень был по значениям близок, вот все, надорвался. Теперь у нашего лося, хоть пробки, но тем не менее, движение есть 8 баллов, у Мэйла 10 баллов движения нет. Примечательно то, что в Ростове-на-Дону несколько дней тому назад Мэйл все-таки, вернее, не Мэйл, а Лось поумнел и показал 11 баллов. То есть в некоторых городах они алгоритмом пользуются абсолютно логичным, когда 0 есть 0, и температура растет от 0, а вот по Москве они вернулись к своему прежнему алгоритму, когда у них есть верхний предел 10, выше его они не могут перейти. Это очень умный подход, когда мы вынуждены у градусника снижать 0 в минусовую зону, потому что верхний предел строго ограничен. Безупречный, чисто математический подход. 65, 10, 9, 9 и 6. Леонид. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад, что наконец-то сумел вам дозвониться. Хотел вас поблагодарить за передачу прекрасную, которую вы не ведете. Спасибо. Вот от себя хотел бы добавить по поводу Дальнего Востока, что мне кажется, что еще также необходимо создать там свою собственно офшорную зону. Конечно же, скрывать деньги там никто не будет, но с точки зрения экономической целесообразности многие компании, большие, частные, крупные, наверняка, захотят туда главные офисы перевезти. Леонид, у нас офшорные зоны называются особыми экономическими. На Дальнем Востоке их две. Обе являются идеальной дыркой от бублика. Это то же самое, как помните, у нас из Москвы выводили игорные заведения куда-то там, аж в Краснодарский край и еще куда-то в тундру. У нас было 4 зоны, где можно спокойно перекинуться в картишки. Ни одна из них не стала былью. Не получаются у нас офшорные зоны. Вот украсть получается, а сделать не особо. Ну, может быть, все-таки стоит именно подкрутить, чтобы экономически стоить. Я не верю, что большому крупному бизнесу, если бы им выгоднее было бы держать все головные на Дальнем Востоке, они бы оставались здесь выдержать. Просто, может быть, не настолько выгодно, может быть, надо сделать еще более выгодно. Вот. Но, тем не менее, у меня вот другой вопрос. Я хотел бы вам задать вопрос по поводу окурков. Да, давайте про окурки. Вот. Интересно ваше мнение между Audi A6 в последнем кузове и Mercedes E-класса до рестайлинга. Ну, допустим, если я через год захочу взять тот или иной автомобиль, какое бы вы порекомендовали? Ну, хочется, от себя скажу, что хочется Audi брать 3.0-трободизель, потому что уж очень хвалит динамику. Вот. Спасибо. А у вас окурки, Леонид, запланированы какого года выпуска? Курки. Ну, с 11-го, 12-го. То есть, как раз, чтобы они были уже 3-4 года. Ну, самое, считаю, какое чудо вы ждете от A6 и от E-класса, если этим машинам уже по 3-4 года? Чудо, чтобы они упали в цене, вот, а именно для себя чудо жду, что именно комфорт. Потому что и то, и другое рассматриваю именно вот вентиляцию сидений потому что очень много за рулем провожу времени. И, ну, летом это действительно очень такая серьезная. Ну, никакая вентиляция сидений на самом деле не помогает, просто нужно, чтобы оно не было кожаным, а достаточно тряпочки. В «Жигулях» как-то это было... Знаете, как только в «Жигулях» перестали класть резину, так сразу и полегчало. Ну, все равно не соглашусь. Все-таки Мерседес даже это предусмотрено очень грамотно. У них снизу воздух выдувается, а на уровне спины он, наоборот, вдувается. А вы пробовали это на себе? Да, пробовал. Работает? Работает. Самое главное, что можно с утра и до вечера, то есть у тебя не будет мокрая спина. Потому что комиссионер при летней московской жаре, он, ну, не спасает. Да. Ну, в таком случае комфорт вы действительно получите. Вот этим прямым сравнением вы сделали невероятный совершенно реверанс в сторону Audi, потому что так их похвалить может только непредвзятый Леонид, сопоставив прямую машину не до конца премиальную и воистину премиальную. И остается только выбрать между приводом задний либо передний. Нет, естественно, Audi, то есть только полный привод, потому что я слышал вашу передачу и сам ездил неоднократно. То есть если Audi, то только полный привод. Тогда Audi всерьез выигрывает, потому что Ешка, судя по всему, заднеприводная будет, чтобы в цену вложиться. Но фирматик есть. Для того, чтобы фирматик влез в ту же самую цену, по которой будет Audi A6, в Е-классе в багажнике в качестве опции должно лежать пару трупов, которые вам нужно будет утилизировать путем отсидки в 15 лет собственной биографии. Иначе просто чего бы цена упала? Я вас понял. Ну просто Ешку-то можно взять и постарше немножко, если по денежке не будет провалить. Ешки, знаете, вот начиная с 46-го года, Ешки очень неплохие. Они, правда, не всегда называются Ешки, но этот типоразмер у Мерседеса отработан хорошо, потому что Мерседес, собственно, чем он занимался? Тем, что он всю жизнь клепал Ешки. Ски, Ашки, Бшки и прочие Вшки, они добавили себе уже потом, уже на нашем с вами веку. А вообще Мерседес всю жизнь выступал вот как раз в категории того самого D-класса, который у них на всякий случай для обмана называется Е. А вот по поводу надежности Е-класса слышал много нареканий, что уже не тот Мерседес, что был раньше, и там в других классах тоже слышал. Да, так если вы слышали еще какое-то количество эфиров, а не только посвященный полному приводу Ауди, то вот как раз по поводу надежности многократно мною было сказано, а сейчас я сам себя процитирую. Надежность зависит в первую очередь от владельца. Первый владелец, который купил, например, Ешечку и не думал, что будет какой-то Леонид, или Ашечку и тоже не думал. Вот он ей так вот все нутро наизнанку вывернул, потом быстренько это собрал, отполировал, выставил на рынок, приставил деда и сказал, дед, ну-ка быстро легенду. Ой, сынок, да я на этой машине только в аптеку ездил, только за градусником к врачу, вот у меня поэтому за 4 года всего 3000, вот у меня сервисная книжка, вот у меня второй комплект ключей, видишь, сынок, какой я вот, а сейчас я теперь за анализами буду ездить на лошади, а то появляетесь вы и радостно все это берете. Но и тем не менее, вот в какой бы, что вы посоветовали, Е-класс, Е-350 или 30 трубы дизеля Audi, по надежности. Пришел Леня к Сереже и сказал, деньги мои, а ответственность нет. Сережа, ну, ты что там за меня-то выберешь? Я, конечно, потом справлюсь. У меня еще немножечко есть. В конце концов, не покурю, но на капремонт двигателя-то наберу. Но все-таки. Но вот именно с капремонтом, где эта неприятность меня может ожидать более сильно? 50 и 50, и там, и там. И там, и там. Конечно. То есть немцы уже не такие, как были раньше. Немцы не делают машину для того, чтобы на ней ездили вечно, потому что если вы будете бриться одной и той же бритвой и завещаете ее внукам, кто придет за второй бритвой? А Степ Бендер по этому поводу как раз, по крайней мере, Ильфа Петров в каком? В 34-м году уже все рассказали и написали. Причем Ешка, у вас есть шанс взять какую-нибудь 220-ю, дизельную версию. Так. И она будет с пробегом где-нибудь так миллион, миллион двести. А на одометре будет там 95 тысяч, потому что она будет из Германии такси. процентов, наверное, так 160. И именно для того, чтобы Леониду в России продать эту машину, она изначально серебристый металлик либо черная, она была закатана в желтую пленку берлинскую, на ней откатали миллион за годика, два за три, поменяли ей руль, пепельницу, кое-что там на сверленной дырке, соответственно, их тоже убрали, пленочку сняли, и вот она. Красочка новенькая, вы ходите со специальным прибором, смотрите, там не то, что царапинок нету, там даже ни одна муха не присаживалась. И вы понимаете, что действительно, дедушка-то не врал, кроме аптеки, он с этой машиной ничего и не видел. Да. 220-я дизельная машина будет из Германии 100% такси. Просто там других не бывает, и 220-ка, она всегда в такси. И 230-ка, кстати, тоже. Просто их люди не берут. А что вы советуете вот именно вот, ну, чтобы и комфорт был такого уровня, и надежный автомобиль был? Вот самое надежное и самое комфортабельное за небольшие деньги это гамак на даче. Вот вы его сами привяжете к березе, и так, чтобы не особо вывернуться физиономии об субстрат, будете надежно покачиваться, и понимать, что даже не хрустит. Не, ну и тем не менее, вот там полтора, миллион триста вот в этом пределе, что можно вот на вторичном рынке? Ничего. На вторичном рынке, Леонид, вас обманут. Вопрос в том, сколько вы готовы потратить за самообманную сказку? На сколько? У меня просто друзья занимаются автомобилем, они мне все эту кухню уже тоже рассказывают. А, вам друзей мало, вам еще хочется посторонних послушать. Да, да, вот, 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 чертовски правы. Да, Леонид, все русские сказки заканчиваются на самом интересном месте, если вы помните. Вот там есть путь преодоления, когда нужно было куда-то добраться, что-то добыть, где-то что-то узнать или кого-то добиться. И вот после того, как вот эта прелюдия исполнена, сказка обрывается и дальше начинается реальная жизнь, про которую сказок уже не бывает. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел поблагодарить вас за содержательную передачу, во-первых, благодарность принята, спасибо вам. Во-вторых, вот по поводу там преамбулы вашей, по-моему, что-то нечто уже было в нашей стране, так называемые сабнархозы, если вы помните. Были. Никита Сергеевича Крущева. Ну и чем это все закончилось? Все вновь вернулись в Москву и стали жить долго и счастливо, как в русской народной сказке. Так что, по-моему, из этой затеи у нас ничего не выйдет. Сейчас кое-что выйдет, потому что Владислав добавился еще третий город на карте нашей страны, пригодный для проживания. Это Сочи. Раньше были Москва, Санкт-Петербург, а теперь еще и Сочи. И, соответственно, всю страну можно попытаться переселить туда. А в остальной стране, конечно, жизни нет. Ну, по-моему, с Питером там вот происходят определенные события, что штаб военно-морской и суд до сих пор туда полностью не переехали. Сильна наша бюрократия, не так-то просто с ней как бы побороться. Не просто, конечно, не просто. Ну, а теперь вопросик. У меня как бы попроще вопрос по поводу машины будет. Я бы хотел узнать ваше мнение по Рено Дастеру. Не могу нигде найти тест-драйв с дизельным двигателем. Что это за зверь, как он там эксплуатируется, допустим, в зимних условиях, насколько привередлив к нашему дистопливу. Ну, и динамика его, если можно, коротко, там, на трассе, в городе. У него моторчик, поскольку 1,5, он снят с коммерческой линейки, то есть по Франции этот двигатель таскает на себе какой-нибудь груз обязательно на плечах. По моменту он хорош, динамики серьезные он вам не обещает, он, тем не менее, будет у вас работать, работать и работать, и что приятно, не сломается никогда при одном условии, что вы не зальете туда паленую солярку, продающуюся за пределами Московской кольцевой автодороги. То есть вот в Москве, в Сочи, в Санкт-Петербурге вы можете заправиться, в промежутке между этими городами нет. И с этим мотором автомобиль становится еще большим внедорожником, несмотря на всю свою кроссоверную сущность. На сайте Автовзгляд, это приложение к московскому комсомольцу, был тест дизельной версии, и вот те люди, которые на ней ездили, сказали, да, динамика у него все-таки достойная, не гоночная машина, но дизель, наверное, самый правильный мотор на Duster. Главное, чтобы у вас машина была полноприводная, чтобы вы не сэкономили на двух задних колесах. Там, по-моему, дизельных версий не бывает передний привод. Некоторые, почему-то, очень любят передний привод в подобной технике. Машинка хорошая, и не зря на Duster пока еще очереди. Новости. Нашлось со своим безупречным алгоритмом, утверждая, что жизнь на Марсе есть. Mail.ru считает, что жизни на Марсе нет. 10 баллов, все стоит. 65, 10, 9, 9, 6. Богдан, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Рад вас слышать, Богдан. Я вас тоже. Сережа, значит, хотел задать по геройной машине вопрос по Собору Форестеру. Понял, что после часа вы то, что рассказали молодому человеку, как бы для меня практически все стало ясно. Вот. Не один только вопрос к вам. Точнее, вопрос, а просьба. Только не отталкивайте, не ходите. У меня нет там почты с вами связаться. Если есть возможность, ваши бы коллеги записали мой телефон, или я сделал бы мне звонок. Мне просто очень нужно с вами поговорить. Богдан, я всех всегда очень внимательно выслушиваю в Фейсбуке. В Фейсбуке меня найти абсолютно не проблема. Там у меня открытая страница. И очень вот, кстати, многие люди, которые приходят на эфир ко мне по четвергам, это те, кто нашел меня через Фейсбук, обратился со своим вопросом, со своей дилеммой или, наоборот, со своим восторгом. После этого они бац, и уже в эфире. Поэтому все открыто, то есть нету никаких трудностей для того, чтобы со мной общаться и впредь. Поймите, в этой стране больше не с кем даже обратиться. А если в четверг прийти, куда это можно? Или это только через Фейсбук? Ну, знаете, в четверг для того, чтобы прийти, давайте сначала обозначим, с чем именно. Поэтому вот сейчас найдите где-нибудь живой Фейсбук. Там есть некая страница, на ней моя физиономия написана, что я Сергей Асланян. Что нам делать дальше впредь? Богдан, смелее. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Рад вас слышать. Я вам хотел огромное спасибо сказать. Полгода назад вы мне посоветовали купить театра Токуф, точнее, подтвердили мое желание ее купить. С тех пор вот как бы купил и радуюсь. И даже удивлен был, как она хорошо себя ведет зимой. Она вообще грамотная европейская машина, сделанная в том числе с учетом зимы. Во многих странах зимы нет, а там, где эту машину проектировали, там зима есть. Потому что эту машину делали в Германии и опелевские инженеры учили ее держать дорогу. В результате вы получили продукт, который вроде бы где-то как-то по документам может быть местами кореец, а на самом деле это немецкая машина. Да, машина отличная на самом деле. Еще я хочу вот ваше движение по поводу против бух машин немного развить. Все-таки иногда покупать можно. Я купил машину с пробегом 15 тысяч, у которой при этом было два хозяина. Но как оказалось, по крайней мере, вот я ее первым знаком водил, никакого обмана в этом не скрывалось. И на самом деле у людей просто семейные обстоятельства были обойтки сложились. Машина в идеальном состоянии, никаких посеков. А вы на ней долго проездили? Ну, пока 8 тысяч километров проехал. То есть это вот ваш Церрата оказался таковым? Да. То есть типун мне на язык, Дмитрий, я так понимаю, нечисливая машина, на которой каждый владелец после 7 тысяч, 7,5 тысяч считает необходимым от нее избавиться. И возможно вы своей аурой дадите ей возможность реабилитироваться. И возможно я, кстати, тоже от нее избавлюсь через некоторое время. Но не потому, что она там плохая, она меня отдельно отправит просто тоже некоторое обстоятельство подвергая к тому, чтобы сменить. Может быть, просто такая уникальность. Дверей не хватает? Да. Вообще есть машины, особенно чем она реже, тем чаще шанс нарваться на минимальный пробег в хорошее техническое состояние. Это, как правило, зависит от ее уникальности. В целом по рынку это явление не характерное. Но вот если вы, например, захотите купить себе Bugatti Veyron, то, скорее всего, у Bugatti будет совсем смехотворный пробег. И вы возьмете ее, может быть, даже от пятого владельца с идеально честным одометром. Ну, для этого, правда, придется что-то продать. Либо почку, либо еще что-нибудь. Олег, здравствуйте. Алло, Олег. Алло. Здрасте. Добрый вечер, Сергей. Это все-таки не Олега Магомеда. Магомед. Ну, наконец-то. Магомед, говорите, вы давно не освещали ничего со своей позиции? Так получилось, что в эфир не попадал. Бывает. Были длинные, но теперь прорвался. Ну, на самом деле, по поводу данной ситуации, что у нас происходит, я лучше помолчу. У меня исключительно автомобильный вопрос сегодня. Не может быть. Обычно у вас есть ответы, Магомед. Вы один из немногих, кто, в принципе, в этом хорошо разбирается. Ну, ответ-то, может, и есть, сколько это слишком много времени займет. Так. Мне людей жалко. Смысл? А вопрос такой. У меня коллега мой бывший, несмотря на все уговоры всех знакомых, купил китайца отечественной сборки по названию Тига. Ух ты! Герой! Да, да, да. Мы все тоже про него так подумали. И, наконец, спустя одно время и вложение суммы чуть не сопоставим с покупкой денег, он все-таки созрел от него избавиться. Вот. И, взглядывая, у него упал на три машины. Дастер, Гранд Витара и еще одно Рено, которое не до Дастера. Коллиус какой-нибудь? Нет. Как его? Название забыл. Вот. И я его сейчас активно уговариваю на Гранд Витару. Ну, он сомневается в Гранд Витаре, типа, обслуживание слишком дорогое. Как донести до человека, что обслуживание может быть дорогое, просто придется обслуживать два раза рже, чем того же Дастера? Может быть, и здесь нет прямого противопоставления Дастера и Гранд Витара, но я боюсь, что, если ваш коллега купил себе Тига, то любой факт обслуживания для него будет очень тяжелым финансовым испытанием, просто потому, что он не готов к тому, что за это надо платить деньги. То есть, как это, поменять фильтр? Да нет, это нормальный фильтр, он же еще лет 20 проходит. А зачем менять масло? Учитывая, сколько он денег вложил в эту Тигу, он теперь будет, он просто счастлив будет проходить регулярное ТО, там, не знаю, каждые 20, там, 50, 100 тысяч, и не знать, что такое развалившаяся на скорости коробка или же запчасти, которые абсолютно не подходят друг другу, хотя должны подходить по всем законам физики и прочее, прочее, прочее. По законам стандартизации, а вот по китайским законам вовсе нет. И Дастер, и Гранд Витара это достойные автомобили, что выберет ваш приятель, мы не знаем, но Гранд Витара, конечно, имеет одно грандиозное преимущество постоянного полного привода, приезжать в сервис, если речь идет о новой машине, то я боюсь, что после Тигу он просто ее не потянет, что-то мне подсказывает человек прижимистый, но, конечно, за миллион с небольшим он получает универсальное транспортное средство, его скоро снимут с производства, и он будет совсем счастлив, потому как аналогов нет, а заниматься техобслуживанием ему придется где-нибудь у знакомых в гараже, поскольку любой официальный сервис, он воспринимает клиента, да, он воспринимает клиента как источник дохода, а не как потребителя, которому они чем-то обязаны, тут наоборот, потребители обязаны. Как раз официальные наши сервисмены, дилеры, что наше правительство нет ощущения, что они живут еще в 90-х и считают, что все для них и все должны не только приносить деньги, они ничего не должны делать. Ну, если вы помните Герцен, он сказал о том, что власть в нашей стране расположилась как оккупационная армия, а это даже не 90-е, это немножечко другой исторический период. Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, мне везет, я догоняюсь к вам в третий раз. Такое счастье. Вопрос у меня в чем? Вы что-нибудь слышали о технологии восстановления автомобильного, обычного свинцового кислотного аккумулятора при помощи сульфата магния? Это такие пакетики, которые продаются в аптеке 25-граммовые. От 6 до 12 рублей стоит один пакетик, но он как-то связывает электролит или проникает сквозь слегка сульфатированные пластины, в общем, емкость доводится до номинального уровня. Вот расскажите подробно, потому что заниматься реанимацией аккумулятора мне в голову не приходило вообще никогда. Ну, может быть, кому-то. Ну, в общем, натолкнулся я на Ютьюбе при поиске, ну, вбивал, как восстановить автомобильный аккумулятор. В общем-то... Иван, скажите сразу, а зачем нужно было восстанавливать автомобильный аккумулятор? Ну, какая стоимость у аккумулятора? Ну, сотка, допустим, 100 амперная, 5,5 тысяч. Сотка, да. А сотка на чем? У вас Т-34? Не, ну, сотка, допустим, Мерсодес, с двумя литрами объема, ну, 100 амперный аккумулятор очень распространенный. В нашей стране, да, и знаете, у меня на Матисе 27. 27, у меня тоже на Тике было 25. Вот, ну, предположим, вот, смотрите, автомобили с вебастами, да, человек приходит, разогревает автомобиль вебастой, да, греет, котел работает час, а он проезжает 15 минут, все, потом с работы выходит, предварительно тоже разогревает, то есть вебаста высасывает больше, чем впоследствии генератор заряжает за короткую поездку эта аккумулятор. Ну, и сейчас морозы, падает напруга, падает плотность, при 1,20 аккумулятор уже замерзает при минус 20, правильно? Теряя свою плотность, уходя за пределы 10,5 вольт, и постепенно теряет свою емкость. Вот на Ютьюбе там какую-то эпсенскую историю они восстанавливали, ну, она у них, я так понял, это америкосы, она у них продается в таких больших пакетах, как вот у нас фрошки стиражные продают, по 5 кг. А у нас вот в аптеке, пожалуйста, в пакетиках называется сульфат магний, он и есть эпсенская столик, это эпсен сайд. Я попробовал, у меня получилось, не получилось восстановить аккумулятор от квадроцикла, но получилось 75-й у соседа, то есть я так заинтересовался, выпросил, выключил у него аккумулятор дохлый, знаете, восстановил, это вот всем слушателям, как бы, такой, да, пускай попробовать экспериментик, тут еще вопрос, недорогие. Вопрос, как эта штука будет долго жить и как она будет реагировать на перепады температурные? А вот холода прошли, жду новых холодов и соседов. И сосед тоже затаил дыхание? Да, но машина заводится? Машина иногда заводится, особенно дизельная, при самом дохлом аккумуляторе, потому что дизелю для воспламенения нужно сжатие, ему достаточно одного оборота коленвала, в отличие от бензинки, которую нужно крутить-крутить, пока искра не подхватит. И здесь вопрос физики процесса, в данном случае даже химии процесса. Что именно делает сульфат магния, и какой был предварительный диагноз гибели аккумулятора? У него там одна из банок рассыпалась, у него пластины пошли, или что? Или у него просто электролит нужно было заменить? У него, я померил реометром, была низкая плотность электролита, 1,10, и в некоторых банках даже этот электролит был замерзший из-за низкой плотности. На аккумуляторе было 2 вольта, он сказал, что он у него стоит уже с лета. Я его разрезил, залил воду, залил дистиллированную воду, прокипятил, опять все это вылил, взял корректирующий электролит в смеси из расчета один пакетик на банку, перемешал все это. Пошла, кстати, такая дикая реакция, я пирометром мерял, изначально была комнатная температура, а при замешивании всего этого химического состава температура состава упала до 3 градусов. Я даже перчатки строительные одел, чтобы рукам не так холодно было трясти, ну, в бутылке из-под кокола все это размешивал, и залил корректирующий электролит 1,4 плотность, зарядил, разрядил, зарядил, разрядил, так несколько, ну, раз 5, лампочки 21-ваттные заряжал. И сначала, после первой зарядки я подключил к нему инвертор 12-220 по киловатт, и ну, фен, такой же фен для волос взял жены. Иван, а почему вы просто не влили туда новый электролит? Вот, новый электролит, 1,4 плотность ввесе с сульфатом магния. То есть, вы взяли, что называется, произвели операцию по усилению электролита? Да, то есть, я развел электролит в это... Вот какие блистательные люди. Не оскудеем талантами. Перерыв на новости. Нашлось, покряхтел, покряхтел, плотность красного добавил в картиночку, но 8 баллов у него незыблемы. С точки зрения мэйла 10 баллов, все стоит, ничего никуда не двигается. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Говорите, Владимир. Очень интересно вас слушать. Да, у вас вчера была очень интересная передача по BMW. Было. На нее, кстати, простите, что перебиваю, пришла шикарная совершенно... Пришла шикарная заметочка от Михаила. Он написал, не могу понять, почему вы наезжаете на BMW. Лично мне продукции фирмы нравятся. Замечательно. Но у меня как раз вот вопрос возник. Стою перед выбором между BMW трешкой с литровой и Volvo S60. Два с половиной, там, полный привод. Вот ориентировочно там в районе полутора миллионов, думаю, вложиться. И вот напугала немножко ваша передача по поводу работы BMW. А вы говорите о новой машине? Да, о новой машине. Ну, вы слышали вчера, как именно BMW отвечает по своим обязательствам. Если вы хотите рискнуть, дело в том, что это ведь система, она же касается абсолютно всех, поэтому вы получаете за свои деньги, ну, мягко говоря, наклеечку между лопаток эквивалентную шестиконечнику в гетто в Варшаве, то есть человека второго сорта. и это касается абсолютно всех. Вы помните, что вчера, например, один из пришедших к нам, Роман Земсков, у него машина была американка за 4,5 миллиона. Помню. А греб, он по полной программе, как будто у него китайцы какие-то. Поэтому, если вы хотите рисковать, то потом, через какое-то время, позвоните и расскажите, чем все кончилось. Ну, а по надежности, скажем, по Вольво, что можете сказать? Интересная машина? Ну, я не динамичный юздок, скажем так, спокойно перемещаться по городу, иногда за город. Владимир, здесь в городе покататься. Главное здесь в другом. Вы сказали, что полный привод. А у Вольво очень хорошо отлажен полный привод. Вот то, как вольвовцы работают по алгоритму полного привода, блистательная школа. И у BMW вы за эти деньги не получите подобного. Тем более, что будет качество материалов в пользу Вольво. У меня к шестидесятке невероятная совершенно претензия по жизни и здоровью двух людей, сидящих на заднем сидении, потому что там над головой у человека стекло. Затылок не прикрыт крышей. Они в угоду моде взяли и, на мой взгляд, очень нетактично поступили с клиентами. Эту двухместную четырехдверную машину признали четырехместной. Поэтому люди, которые сидят сзади, не дай бог в случае переворота или падения чего-нибудь, это падает им на голову, потому что голова не защищена ничем. Машина двухместная. Если вы один и справа от вас она, да еще полный привод, да еще 2,5, да замечательно. пассажиры крайне редко в салоне бывает. Ну да, тем более, вам зачем. Потом, тем более, что Volvo, она, поскольку по ценнику, как всегда, совершенно дорогая, невероятно, то вы имеете вариант поехать к друзьям в гараж, где они вам сделают все, а регламентные работы для галочки вы приезжаете, там, замена масла, тем самым экономить, потому что Volvo, она тоже из тех, кто очень активно занимается мошенничеством, приписками, и по Volvo не возбуждены уголовные дела, только потому, что у нас весь автобизнес устроен таким образом, но у Volvo степень оскорбленности клиента выше, потому что ценник зверский. Ну, спасибо вам большое. Спасибо. Да, пожалуйста, я понимаю, что вы одушевил. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Звонил вам некоторое время назад по поводу замены Mazda CX-7 на другую машину. Нашли на что? Вот, не нашел, но возникла проблема. При прохождении техосмотра на 60 тысячах сказали, что турбина вот-вот умрет. Поэтому все-таки придется менять машину, и вот снова возник вопрос, на что же менять. Ну, если... Андрей, вы живете в Москве, ездите по Москве, или у вас область, еще какие-то всплески эмоций, нет, Москва, и все. Андрей, вы можете сделать из этого блистательный совершенно ход в пользу своей биографии? Продать машину, купить проездной и доложить об этом лексуту, он будет счастлив. Да, как вариант, но, к сожалению, на метро до работы набираться часа два с половиной получается. Почему? Все-таки на машине быстрее. Минуточку, у нас автобусы ходят, во-первых, у нас автобусы по евро пять, что очень важно с точки зрения пассажира, во-вторых, они ходят по расписанию, в-третьих, у нас приколотили столбик к асфальту, показывающий, что ближайший автобус будет через неделю. Это же должно было очень сильно улучшить ваше настроение и возможность добраться до работы. Нет? Да, к сожалению, но с запада на юг автобусы не ходят, приходится на метро. И то метро, и от работы, и от дома далеко, поэтому, к сожалению, когда будет только комбинированный вариант автобуса, метро, автобус, это очень долго. Это точно. Когда я не смогу увидеть семью. Да, да, лучше не видеть Лексутова, чем семью, я согласен. Да, поэтому все-таки вот как-то стоит вопрос, что же взять за миллион триста, миллион пятьсот, при этом, чтобы сейчас жена, ребенок и собака поместились. Полтора миллиона это и универсалы, поскольку собака все-таки не на сиденье должна ездить, а в багажном отсеке. Либо это кроссоверы. У ЦХ-7 у него было два шикарных преимущества. Это мощный мотор с чудовищной жручестью и неубиваемая подвеска. Скорее всего, ни то, ни другое вы всерьез не задействовали. То есть вам вряд ли, у вас есть привычка скакать по буеракам на бешеной скорости, и вам нужно повторять этот подвиг. То есть вам подойдет? Ну, а пока вот женился. А-а-а. То есть ошейничек все-таки не только у собаки? Ну, не то, что ошейничек, но уже как-то боюсь за жену, за ребенка. Правильно. Не гоняюсь с ними. Да, Андрей. Это степень ответственности. Значит, ЦХ-7 не подходит. ЦХ-9 кардинально другая машина с иным ценником. Значит, либо универсалы, либо кроссоверы, коих очень много. Тем более, что сейчас многие продают тринадцатый год, а если по сусекам поскрести, еще и двенадцатый не у всех продан. А что из кроссоверов можете посоветовать? Ничего не посоветую, потому что кроссовер это настолько индивидуально, как тапочки. Вам вельветовые или замшевые? Мне желательно на дизели, чтобы удобно для семьи. А для семьи это удобство человека, сидящего сзади или справа, спереди? Потому что у всех тоже реализовано по-разному. И дизели, кстати, немного. Но далеко не у всех есть дизеля. Андрей, вы... В данном случае пока она едет сзади с ребенком. А ребенка просто совсем мало, он в кресле и нужно постоянно следить, куда он плюнул соску. Да. Понятное дело. Вы какие машины уже смотрели? Ведь вы же сразу уже пошли посмотреть что-нибудь CX-7, не нашли, но тем не менее уже где-то бывали. Ну и поехал на новую Ригу салон действий все машины. Так. Посмотрели там RAV4 из того, что понравилось всей семье и из того, что нашел в интернете это GLA, но без GLA будет маленький Mercedes. Да, и тем более он переднеприводный и немощный и сделан он из одной единой деревяшки. Его просто долотом отстучали, покрасили и назвали его Mercedes. Ну вот, а вот кроме как новый RAV4 пока больше ничего не нашел и это как-то кручает. Да, потому что неравноценная замена. У вас собака большая? Средних Husky. Ну Husky это да, очень даже вся из себя. Сколько, кстати, километров в день вы с ней пробегаете, чтобы она была в добром здравии? Ну, около пяти приходится. Ей нужно километров триста, ну, чтобы она так в форме была. Ну, это вот на дачу выезжаем, она там бегает по выходу. Вы, кстати, красавца, невиданного как аутлендер калужской сборки сзади не оглядывали, в багажник ему не смотрели пронзительно. У него он очень большой. Он чем хорош, тем, что его угонят только в одном случае, если вы доплатите сами. Да, это неиспоримое преимущество. Это грандиозное преимущество. И получается, что там очень удобно собаке, и там очень удобно жене с ребенком. Ну, у вас легкое чувство стыда после цех седьмого, блистательная внешность и победа дизайнеров Mitsubishi, она будет какое-то время вас нервировать. знаете, там, пара бутылок водки и все, и привычка уже возникает. Ну, за рулем пьяным ездить, конечно, опасно, но... Не, За рулем ни в коем случае. Это приехать на дачу и уйти в запой, потому что как же еще можно отметить такую радость. Еще есть такая штуковина, как, например, Toyota Highlander. И сейчас к нам придет новая, которая действительно кое-что умеет. Потому что нынешний Highlander, он беспомощен абсолютно, он напоминает где-то Запорожец по своим вот тактико-техническим данным и по способности хоть что-нибудь сделать. Потому что, если нынешний Highlander наезжает, наживает на резинку, все, он погибнет. У него одно колесо приклеится, а три остальных не будут знать, что делать. У нового, у него там кое-что изменили, он даже может уже как-то ехать, ну вот лужу он точно проедет. Неглубокую, где-то миллиметра два. Это который 2014 года. Да, да. Но правда, он больше, чем 1,5. Потому что там же настоящее японское качество. Куда деваться? Да, придется лезть в кредит, и что же делать? В кредит, да, если на небольшую сумму. Потому что на большую не надо, там, у нас же ситуация, в которой кризиса не бывает, но может кое-что измениться в ближайшее время. Ну вот как раз миллион 300 есть, думал там до миллиона 500 догнать кредит, если будет еще чуть дороже, ну придется еще чуть больше брать кредит. Либо вы уходите в нишу легковых универсалов. А там что у нас есть? Хорошие. А там есть блистательный суперб, по которому у вас ребенок будет с женой в теннис играть. Там собака в багажнике будет лежать и говорить Андрюша, мне пожалуйста еще шашлычков, и так небрежно закинув лапку на лапку, а по длине салона в зоне пассажиров задних, ну там вообще-то рядом никто не лежал, не стоял и даже не пытался прыгать. Надо бы расследить, посмотреть, как это все выглядит. Да, и еще есть такая штуковина, как Инсигния, Opel. Она, кстати, бывает полноприводной. За разумные деньги. Ее полный привод, он ни в коем случае не делает машину внедорожником, он делает ее очень хорошей по управляемости. В багажнике, в багажном отделении нормально чувствует себя любой Хаски и даже Ротвеллер. В Ротвеллерах измерял, а Ротвеллер широко улыбался. Правда, те, кто ехал сзади, они почему-то страдали при этой улыбке. И вам будет удобно и красиво, и после ЦИХ 7-го не позорно. Потому что, если вы купите себе вот этот обрубок автомобиля под названием ГЛА, то, кроме как Мерседес, ничего другого вы произнести не сможете. А дальше придется оправдываться. Все будут говорить, Андрей, что случилось? Да вот там я вот бес попутал, вот эх. Ну и так далее. Хорошо, спасибо большое для вашей советы. Будем смотреть, будем выбирать. Посмотрите, и самое главное, вам нужно будет просто обнулить счетчик. Кроссовер это хорошо, машина легковая по управляемости обладает совершенно феноменальной надежностью, она ниже к земле, и если это полноприводная инсигния, соответственно, она дорогу будет держать заведомо лучше, чем машина с высоким центром тяжести. Хулиганство меньше, ответственность перед семьей, перед женой, перед собакой выше, и это очень приличная категория техники, потому что RAV4 все-таки машина бабская, тут тоже придется как-то оправдываться. До понедельника.